А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 28 августа. День успения Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Ангел сообщил Богородице, что она умрет через три дня. В день смерти пришли апостолы, положили ее в гробницу и замуровали пещеру. Апостол Фома не успел и потому попросил открыть гробницу. Когда это сделали, то увидели, что Марии внутри уже не было. В тот же день Богородица сама явилась апостолом вместе с ангелами. И тогда они поняли, что она вознеслась на небо. Славяне почитали Богородицу как мать землю. В этот день проводилось множество обрядов. Например, нельзя было ходить сегодня по земле босиком, втыкать в землю острые предметы. В связи с этим сегодня не работали. А в церкви освящали колоссия и семена. Было такое обычае. Женщины обвязывали серпы соломой и катались по ними, приговаривая. Жнивка, жнивка, отдай свою силку. На пест, на колотила, на мотовила, на кривое веретено. То есть они просили жниву вернуть им всю силу, которая ранее была потрачена на сбор урожая. Потом брали последний сноб и наряжали его в сарафан и кокошник. И с ним, распевая песни, направлялись в деревню. Время после успения в старину называли бабьим летом. Оно подразделялось на молодое до Ивана Постного, это до 11 сентября, и старое с 14 до 21 сентября. Также занимались домашними изготовками, солили огурцы, квасили капусту и прочие приметы. Если молодое бабье лето сухое, то жди ненастия в старое. Появилась радуга на небе, осень будет теплая. Много паутины, зима будет морозной и малоснежной. Сегодня мы поговорим на целебной кулинарии о таком распространенном овоще, как огурец. И узнаем, а в чем его заключаются полезные свойства. И вы знаете, еще древние указывали, что лучший огурец, это огурец, выращенный в поле. Вкус его сладкий и вяжущий, указывали они. Свойства холодные и влажные во второй степени. Что это значит? Это значит, что лучше все-таки его есть в теплое время года. Но тем не менее, он и полезен будет, особенно во сок и в прохладное время года. Действие, значит, его на жизненные принципы таково. Он увеличивает слизь, уменьшает ветер и желчь. И, кстати, древние говорили, что он вылечивает кашель, который возникает вследствие жара. То есть, он его усмиряет. Действительно, есть кашель от жара. Так вот, чтобы его убрать, надо, естественно, охладить организм и вывести вот эти все эти токсины, которые от него возникают. Значит, он уменьшает жар, мы уже знаем, выводит желтую желчь, сделает обильную мочу и помогает при язвах почек и мочевого пузыря. Вот так вот древние указали. Все это происходит по той причине, что огурец содержит большое количество структурированной воды. Но из-за этого он сильно охлаждает организм, что может привести к холодной форме лихорадки. Его вредное действие устраняет мед. Богатый состав микроэлементов делает огурец незаменимым в питании больных с сахарным диабетом. Поэтому, больные с сахарным диабетом второго типа, берите это на заметку. Соотношение солей, макро и микроэлементов в огурцах особо благоприятно для восстановления нарушенной деятельности сердечно-сосудистой системы и баланса натрия и калия в организме. Это очень важно. О чем это говорит? Если больше в организме натрия, то организм накапливает себе воду. Он оплывает, возникают отеки. Если слишком много калия, то вместе с ним выводится натрий, выводится вода и может быть чрезмерная сухость в организме. Поэтому огурец как раз способствует тому, что он вот этот важный баланс держит в норме. А сейчас мы с вами поговорим о соке огурца. Его отжимают, ну его отжимают всегда, когда есть свежие огурцы. Конечно, лучше все это делать в теплое время года, но тем не менее, можно и сейчас. Огурцы, как мы уже знаем, являются лучшим мочегонным средством. Он улучшает аппетит, обладает желчегонным, слабительным действием, способствует растворению, что немаловажно, мочекислых солей. Потому что огурец очень хорошо ощелачивает наш организм. А когда слишком много человек потребляет мясных продуктов, наоборот, происходит закисление и начинает попадать кристаллы. И чем их растворить? И оказывается, лучше, чем щелочной сок огурца, ничего не придумано. А благодаря тому, что в нем слишком много кремния и серы, он улучшает рост волос и ногтей. Делает более здоровой и красивой нашу с вами кожу. В огурцах содержится много калия, натрия, кальция, фосфора и хлора. Потребление смеси огуречного и морковного сока благоприятно влияет при заболеваниях, которые являются слизистым задержанием в организме мочевой кислоты. А их очень много. Начиная от подагры и кончая отложением этих камушков мочекислых и в почках. И знаете, кристаллики могут даже быть в сердечной мышце. Итак, мы с вами сделаем простейший сок. Возьмем огурец, возьмем морковочку и сделаем сачок. Итак, включаем. У нас с вами получился морковно-огуречный сок. Вот он как он. Сейчас попробую. Значит, пропорция какая его может быть? Так как огуречный сок, ну, довольно-таки слабенький, послевоздействие на организм, то его можно сделать один к одному с морковным соком. Вот у нас получился морковно-огуречный сок. Ну, для того, чтобы усилить его действие, мы с вами к нему можем добавить свекольного сока. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!